МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья. Я очень благодарен вам за то, что вы собрались здесь послушать мою совершенно неинтересную и скромную линию жизни. Даже не знаю, с чего и начинать-то линия жизни. Родился я очень давно. Еще в первой половине прошлого века, в 1949 году. 11 декабря. Родился я в Ленинграде. В простой абсолютно рабочей семье. Отец был водителем, шофером, водителем. Мать обоим царство небесное. Мама работала на заводе, на мочице трансформаторов, на каком-то военном заводе, который находился недалеко. Район Гавань, Гаванская улица. Гавань вообще, так сказать, я был из гаванской шпаны, что называется. И, кстати, все мои, если бы вот судьба вот так вот, линия моей жизни не повернулась, все могло быть совершенно иначе. Я потому что не зря сказал, что гаванская шпана, так как практически все мои одноклассники побывали в местах не столь отдаленных. Слава богу, у меня судьба, так сказать, моя судьба миновала. Когда я учился, по-моему, не то в пятом, не то в шестом классе, в школе на перемене ко мне подошли представители киностудии «Ленфильм». А тогда такой известный детский кинорежиссер, советский Николай Иванович Лебедев, он начинал снимать фильм «Мандат». И вот главная роль должна была быть, значит, у такого мальчишки, русопятого, конопатого разгильдяя, каковым, в общем-то, я и являлся тогда. И вот ко мне подошли, спрашивают, хочешь сниматься в кино? Я говорю, ну а почему нет? Конечно. А, еще про квартиру интересно, что сказать. Это вот точно как у Высоцкого на 38 комнатах, всего одна уборная. И одно единственное окно 16-метровой комнаты, где мы жили в Пятером, значит, папа, мама, бабушка, моя сестра и я, оно было очень большим и выходило прямо на Финский залив. И поэтому вот я видел все вот белые, белоснежные лайнеры, корабли, которые входили в порт, выходили из порта. И, конечно, любой мальчишка любого портового города мечтает стать моряком, и я в том числе. И, кстати, многие мои одноклассники, которые не попали туда, куда я вам уже говорил, они именно пошли, вот, так сказать, стали, ну, с морским делом связаны. И, значит, вот я начал сниматься, и после съемок я понял, что профессия моряка не единственная в мире, что есть другие профессии как-то актера. А больше всего меня подкупил эпизод во время съемок этого фильма. Ну, тогда же снимали очень долго, и летом снимали, и осенью, весной, зимой. И вот снимаем зимой в павильоне, и актерская небольшая комната, небольшая комната, а на улице очень холодно, очень морозно, и открыта форточка, и стоит актер, который играл роль моего отца. Когда он стоял, курил беломор, пускал дым в эту форточку, я смотрел на него и думал, как хорошо быть артистом, а? Вот, кури беломор, пускай дым в форточку, и получай денег гораздо больше, чем мой отец и моя мама вместе взятые. Значит, когда я сказал отцу и маме, что я хочу стать актером, то отец прежде всего сказал, что, ну, по принципу, хорошо там, где нас нет, он сказал, Боря, кем угодно, только не шофером. Вот, и, короче, в Ленинградский театральный институт меня не приняли, меня срезали с третьего тура, хотя до третьего, я третий тур прошел, и уже вот должен был быть, ну, вот, финальный абсолютно тур, и меня уже туда не допустили. Тогда я поступил вот в институт культуры, и на следующий год, уже зная, что в Москве в школе-студии художественного театра набирает Павел Владимирович Масальский, вот, ну, за это время я уже, так сказать, больше подготовился, больше читал, вот, и я подумал, что надо ехать вот к Павлу Владимировичу Масальскому, поступать именно в школу-студию, именно к нему, потому что именно он педагог таких актеров, как и Олег Николаевич Ефремов, Олег Бусилашвили, Татьяна Доронина, Владимир Высоцкий и многих-многих других, именно они заканчивали курс школы-студии, именно у Павла Владимировича Масальского. Когда я пошел писать заявление об уходе из института культуры, ректор, или декан, декан факультета сказал, Боря, я тебе советую, сдай летнюю сессию, я тебя переведу на второй курс, и делай, что хочешь. Поступишь в школу-студию, замечательно, не поступишь, будешь учиться второй год в институте культуры. Я так и сделал. Я совершенно не знал о том, что были выездные комиссии, приемные комиссии в школе-студии, как-то и в Ленинграде тоже. Кстати, моя жена, Татьяна Васильевна Бронзова, которая вот здесь сидит, она именно поступала именно так. Я сдал сессию и еду в Москву. Прилетаю в Москву, ну ладно, неважно, об этом я не буду говорить. Прилетаю в Москву, прихожу в школу-студию, и вдруг оказывается, что все приемные экзамены закончены. 1968 год. Театр МХАТ уезжает на гастроли в Японию, а так как все, ну, так сказать, педагоги являлись актерами театра, они сдвинули ровно на неделю. И я опоздал. И я прихожу, школа-студия пустая, просто совсем. Хорошо, что хоть двери были открыты. Вот. И одна единственная вот пожилая женщина, значит, в гардеробе, она говорит, все, мелок-мелок, чеши. Я говорю, вот я из Ленинграда, я тон. Она, чеши ты в свой Ленинград, опять ты опоздал, приезжай на следующий год. Вот. И увидя, очевидно, мое очень скорбное и горестное лицо, сказал, ну, правда, они сейчас все здесь. Все руководство школы-студии, они как раз вот обсуждают набранный курс. Они вот в этой комнате, вот, вот, видишь дверь? Но я тебя туда не пущу. Заходи. Я захожу и вижу весь этот синклит сидящий, и у меня просто ноги, все поджилки задрожали. Ноги подкосились, потому что я увидел и Аллу Константину Тарасову, которую я, честно говоря, держал за покойницу, понимаете? Ну, я сейчас вам объясню, потому что вся история художественного театра, она преподается там на уроке литературы, да? И если открыть учебник вот тех лет, то Московский художественно-академический театр, основатели, буквально вот такая малюсенькая статья, основатели Станиславский, Немирович, Данченко, актеры, там, то, и среди них Тарасова. Тарасова, Качалов, ну, и так далее, и так далее. Вот, и я от волнения, значит, говорю, Павел Масалич, я хочу у вас учиться. И, очевидно, это так ему польстило, что заходит молодой человек и при всех руководителях курса говорит, что он хочет учиться именно у него, а не у кого-то другого. И он говорит, да, ну, почитайте, молодой человек. Я читал, минут 20 читал, потом меня попросили выйти, потом попросили войти, и уже начали спрашивать, откуда я, что, чего, и так далее, и так далее. Ну, и, в общем, сказали, присылайте документы, мы вас принимаем. И 31 августа 1968 года я прихожу в общежитие, в комнату номер 19. Вот, и там сидят два молодых человека. Я же никого не знаю из курса. Но мы сидим, разговариваем, вдруг заходит очаровательная женщина, девушка, заходит с чемоданчиком. Заходит, смотрит на нас, что сидят три молодых человека, и говорит, ой, а я должна здесь жить. Ну, я, конечно же... Вы поняли, да, я, конечно же, сразу сказал, давайте жить вместе, о чем вы говорите. Конечно же, и, короче, в общем, мои слова оказались пророческими. И вот уже, сколько мы с тобой, 42 года, да? 40, вот уже 43 года вместе. И, короче, 1 сентября я прихожу в школу-студию на курс и вижу, вот, так сказать, всех своих сокурсников. Они видят меня и понимают, что я блатной. Явно блатной. Фамилия Щербаков. А еще был жив Петр Иванович Щербаков, который работал в «Современнике», а потом перешел уже в «Амхат». То, что я не Борис Петрович, а Борис Васильевич, это никого не волновало. Щербаков, ну, все, я, ясно. Все понятно. Нигде ни на одном экзамене мы его не видели. 1 сентября приходит, ну, абсолютно явно блатной. И держали меня довольно долго. Ну, за блатного. Ну, короче, закончил я школу-студию, поступил в художественный театр. Сразу 12 человек из «Мхата». Олег Николаевич Ефремов взял в труппу театра. Почему 12? Потому что он пришел в театр в 70-м году. И в театре была, в общем, довольно такая взрослая труппа. Не сказать, ну, так мягко говоря, взрослая труппа. Молодежи практически не было. И поэтому нужна была вот такая свежая молодая кровь, которую вот в лице 12-ти человек вот он как-то так, значит, влил в театр. И первая роль – это Столивары. И, конечно, шок, просто шок от работы с Евгением Санычем Евстигнеевым «Сарство ему небесное». Это гениальнейший актер, просто, ну, у меня даже слов нет, у которого амплуа, просто амплуа не было. Не было. Он мог играть все. Он мог играть от Карла Маркса до Баба-Яги. Вот он настолько был выразителен на сцене, что в «Амхате» даже была придумана мера выразительности. Один квадратный Евстигней. Понимаете? Мера выразительности. И спектакль объездил, в общем, я впервые выехал тогда за границу именно вот с этим спектаклем. Объездили мы всю Европу, но только, конечно, социалистические страны. И, в общем, вот спектакль «Столивар» пьеса была довольно слабой, очень слабой. И она, в общем-то, рождалась на репетициях. Вот прямо на прогонах, на репетициях, на сцене вот рождалась. И автор пьесы, Геннадий Бокарев, он сидел в зале, у него стоял ящик коньяка. И если кто-то придумывал какую-то смешную реплику или еще что-то, он говорит, иди сюда. Наливал ему сто грамм коньяка, и вот таким образом мы репетировали. И вот в результате, видите, вот такой нашумевший спектакль получился. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Добрый вечер, Борис Васильевич. Всегда говорят с пиететом о стариках МХАТа. Вы с ними общались. Как они себя вели? Поддерживали ли молодых или были недосягаемы на своем Олимпе? Вот расскажите, пожалуйста. Нет, вы знаете, ну как сказать, вот вне, ну как, ну да, вне сцены, вот так за кулисами абсолютно простые, абсолютно адекватные люди. И которые где-то, в общем, помогали, в общем, помогали. В том смысле, что, например, Алексей Николаевич Грибов, а вообще первый выход уже в готовом спектакле у меня был именно рядом с ним. Я стоял на сцене рядом с ним, ужасно дрожал и волновался. И он мне все время так толкал тихо. И говорил, ну он другое слово говорил. Был, не волнуйся. Не волнуйся так. Не волнуйся. Конечно, помогали, конечно, помогали. И мы, молодые актеры, очень многому, безусловно, научились. Потому что школа-студия, да, она дает основу. Просто азы какие-то, да? А потом ты все-таки учишься уже у мастеров. И это большое счастье, если ты оказываешься с ними на одной сцене. Именно у больших мастеров, у больших актеров. Конечно, помогали. Да. Спасибо. Здравствуйте. Говорят, что однажды вас хотели уволить из театра за прогул. Не расскажете, что же случилось на самом деле? Спасибо. Это все произошло после съемок в фильме «Случай в квадрате 3680». Если вы помните, это морская авиация. И меня пригласили на премьеру в Мурманск. Прошла премьера, банкет. И на следующее утро я должен вылетать в Москву первым самолетом. Потому что вечером у меня премьера в театре спектакль «Украденное счастье», на котором должны присутствовать представители министерства культуры. И ребята, военные летчики, подходят ко мне после банкета и говорят, ты во сколько завтра вылетаешь? Я говорю, ну вот в 7 утра. Они говорят, ну смотри, если хочешь, можешь полететь с нами. Мы в 6.15 вылетаем. Потому что может быть непогода или еще что-то. Мы-то в любую погоду вылетим. Так что, если хочешь, мы тебя возьмем. Я говорю, да нет, ну что, если аэрофлот вылетает. Рано утром они мне звонят, говорят, ну что, ты летишь с нами или нет? Я спрашиваю, а аэрофлот вылетает? Вылетает. Ну, хорошо, я говорю, летите, ладно. Я лечу. Подлетаем к Москве. Говорят, пристегните ремни, через 20 минут мы сядем. Ну, как это обычно все, летим и летим, летим и летим, летим и летим. И вдруг, говорят, через 20 минут мы сядем в городе Киеве, в аэропорту Борисполь. У меня лицо вытягивается. Тогда мобильных не было, ни пейджеров, ничего. А меня отпустили из театра очень с большим трудом, потому что очень большой риск, так как Министерство культуры и премьера спектакля. Я сказал, ну что вы, я в любом случае вылечу, морская авиация, они меня подбросят, что вы. А вот здесь, оказывается, я в Борисполе, в городе Киеве. Вот, и поэтому весь аэропорт битком забит. Три кабинки международного, междугородного телефона, значит, очереди огромные. Наконец-то я пробился и звоню, что я не смогу. Как? Вот. Катерина Ивановна Пруткина была тогда у нас заврежиссерским управлением, которая меня и отпустила с очень большим трудом. Вот. Ну что, я же говорила, ты меня подведешь. Я говорю, ну что делать, что делать. И, короче говоря, в три часа дня, когда сказали, что самолет еще откладывается на два часа, я понимаю, что все, я не успеваю. И вместо 11 часов утра я прилетел в час ночи. Ну, короче, за этот поступок, так как я сорвал спектакль, и не просто спектакль, а премьеру с представителями Министерства культуры, меня увольняют из театра. Приказ, приказ номер 26. Я к Олегу Николаевичу. Олег Николаевич, как? Ну, а что я? Это правком решает. Я-то чего? Ну, будешь доигрывать спектакли, а там уж разберемся как. Но ты уволен. Все, уволен. И я вечером, как-то вот, даже не знаю, из-за того, что просто мне было делать нечем вечером, вот, я захожу в театр, в филиал театра. А я как раз жил тогда в общежитии. Мы еще не были женаты с Татьяной Васильевной. И захожу, и стою просто у доски. Вот так. А время без 15.7. Спектакль должен быть «Утиная охота» по Вампилову. И я стою у доски без 15.7. Вдруг подвигает помощник режиссера ко мне и говорит, ой, какое счастье, что ты здесь. Так, быстро одеваться, быстро одеваться. Значит, не пришел Жора Епифанцев, царство ему небесное, а он играл роль официанта. Это вторая роль после Зилова в этом спектакле, если вы помните. Вторая, очень большая, большая роль. Вот, быстро одеваться и будешь играть официанта. Я говорю, какого, как что? Я только года три тому назад только видел этот спектакль. Я не помню, ничего, ничего, ничего. Вызывают Ефремова. Приезжает Ефремов. Говорит, ну усики ему приклейте так, чтобы вот как-то немножечко он постарше выглядел. И спасло то, что это официант. Они же с книжечками все время ходят. Я быстро первую сцену написал, вот, а когда вот идет вот такой ввод, то все актеры, все актеры очень собираются, сосредотачиваются, и все работают на этого актера, который вводится. И зритель, в общем, даже не понимает, что происходит, что играет другой актер. Нет, ну то, что другой актер, это видно, понятно, что не Жора Епифанцева. Вот. И поэтому очень сосредоточено все. И я первую сцену отработал, причем это тоже для зрителя не видно. Каждый же еще подходит и тихонечко, чтобы вот зритель сидит, а он вот так, иди туда. Там, ну, шепотом говорит, куда пройти, куда чего, или даже за руку возьмет вроде. Ну, оправдать можно всегда все. Короче, я спасаю спектакль. На следующее утро приказ номер 27. Вернуть актера Чербакову. Добрый вечер. Добрый вечер. Борис Васильевич, расскажите о своих самых главных людях в жизни, о своей собственной семье. У меня замечательная семья. Вот Татьяна Васильевна Бронжева сидит. Мы с ней вместе учились, потом вместе оказались в театре. В 77-м году у нас родился сын. А так как Татьяна Васильевна и Борис Васильевич, так что выбора с именем сына для сына у нас не было. Это будет обязательно Василий. Если бы родилась девочка, она была бы Василиса. И еще я хочу сказать, что Татьяна Васильевна сейчас стала писательницей. Она сейчас уже пишет пятый роман. А третий роман Матильда даже переиздали. Он о Матильде Кшесинской. А сейчас она пишет очень серьезный роман про Ольгу Леонардовну Книпер-Чехову и Ольгу Константиновну Чехову, любимую актрису Гитлера. Можете представить? Вот такой очень серьезный роман. Так что получилось, что я женился на актрисе, а живу с писательницей. Добрый вечер. Добрый вечер. В фильме «Случаи в квадрате 36-80» вы играете советских летчиков с Михаилом Волонтером. Не испытывали вы желания самому стать летчиком, сесть за штурвал? Искушение было у вас такое? Спасибо. Ну, во время съема, конечно, мы сидели за штурвалом. Как дела, Волк? Отстрелялся, не видишь? Эти двое, что взяли у тебя керосин, куда они так рванули? Раньше ты не спрашивал, а бежал за ними. Ну, давайте я расскажу о том, как меня утверждали на фильм «Берег». Значит, приглашают меня на кинопробы, на фото и кинопробы фильма «Берег». Калов и Наумов снимают фильм по Бондареву, по Юрию Бондареву, по его роману. Очень серьезно, вообще гениальные режиссеры, я очень волновался. Вот. И начинают с фото-проп. Сначала, а там же два возраста, молодой возраст и старый возраст, пожилой. Вот. Ну, молодой, я тогда и был молодым, вот, там никаких особых проблем с гримом не было, а вот пожилой возраст очень долго искали именно вот тот образ, который вошел потом в картину. И, как я потом выяснил, мне проговорился Аллов Сан Саныч, проговорился, он говорит, вообще-то тебя утвердил Бондарев, потому что он увидел одну фотографию в гриме, и он сказал, ой, как он на меня похож. Вот. Так что меня утвердил Бондарев, а не Аллов и Наумов. А еще вот интересный такой случай хочу рассказать. Снимаем первый раз, я с этой картиной выехал в капиталистическую страну, в Германию, в Гамбург. И снимаем проезды, снимает Аллов, а Наумов в гостинице остался. И у нас с Наташей Белохвостиковой старческие гримы, очень пожилые мы. Вот. Ну и сняли, и конец смены, и мы уже едем в гостиницу. А я знаю, что недалеко от гостиницы был кинотеатр, где шла американская картина, очень хорошая картина с Мэш, Мэш или что-то в этом роде, вот, про военно-полевой госпиталь. Я спрашиваю Наташу, Наташ, вы видели эту картину? Она говорит, нет. Я говорю, я видел, она такая замечательная, я бы ее с удовольствием еще раз посмотрел. Вы не хотите пойти? Она говорит, я бы с удовольствием посмотрел. Я говорю, вот мы будем сейчас проезжать кинотеатр, там как раз минут через 20 начнется эта картина. Давайте. А Аллов, мы сидели сзади в машине, а Аллов все это слышит. Он поворачивается так и говорит, ребятушки, это вы что, обалдели совсем в старческих гримах? Куда это вы, в какое-то вы кино-то? Я говорю, Александр Александрович, во-первых, в кинотеатре будет темно, там никто нас не будет видеть. И потом это недалеко от гостиницы, мы потом дойдем. Вы нам разрешаете? Он говорит, да идите, конечно, посмотрите. Мы посмотрели, пришли в гостиницу, на следующее утро Наумов со мной не здоровается. Обиделся, что я увел Наташу в кино. Дня два он со мной не разговаривал, не здоровался, не разговаривал, но потом отошел. Он вообще очень темпераментный. Вот если говорить об этих двух режиссерах, об их разнице, то вот самый темпераментный, конечно, это Наумов. У него огромное количество проектов, планов. А Аллов тихо, спокойно. Он сидел, он же был инвалидом после войны, он ходил с палочкой, ему было тяжело ходить и стоять. Он в основном сидел на съемочной площадке. А Наумов, так сказать, он вот владел всей съемочной площадкой, владел и предложением. Он говорил, Саш, а давай снимем вот так. Аллов говорит, сними. Снимали. Через какой-то сняли этот дубль, Наумов опять, Саш, а давай вот так вот еще снимем, вот так. Он говорит, ну, снимай, снимай, давай, все равно в кино войдет мой дубль. Добрый вечер, Борис Васильевич. В фильме «Слушать в отсеках» вы стали моряком. Скажите, пожалуйста, о самых запоминающихся моментах. А я же с детства мечтал стать моряком, а здесь я сыграл моряка. Понимаете? И вот, наконец, мечта моя осуществилась. Причем вся смена вся шла, тогда 8 часов работали, не 12, как сейчас, вся была внутри подводной лодки. А рядом стояла засекреченная какая-то подводная лодка, там стоял постовой. И помощник капитана этой вот засекреченной подводной лодки, он фактурно был очень похож на меня. А сзади просто, ну, и когда я уезжал и улетал на спектакли в Москву, то режиссер снимал именно его. Это Володя Черкасов такой, я вот до сих пор помню его, очаровательный человек. И, как ни странно, вы знаете, мною придуман в этой картине один кадр чисто интуитивно. Чисто интуитивно. Я никогда об этом не знал. И вот у меня сработала эта интуиция, и я говорю, а там по сценарию я прохожу курсом моего отца, погибшего в 42-м году. Он тоже был капитаном подводной лодки. И я прохожу на своей вот подводной лодке этим же самым курсом. Вот. И я говорю режиссеру, Коля, давайте вот снимем момент. Я же должен как-то, так сказать, ну, отдать долг своему отцу. Он говорит, а каким образом? Я говорю, ну, давай подумаем. Давай, знаешь, что сделаем? Давай сделаем всплытие. Он говорит, нельзя всплытие. Я говорю, а вот я иду на риск. Ради того, чтобы отдать долг своему отцу, я иду на риск. Вот. И он согласился со мной. Произошло всплытие. Я вышел из рубки, снял пилотку, положил на воду, впустился и пошли дальше. Вот. Чисто интуитивно придумано, но, по-моему, на мой взгляд, очень трогательный эпизод в картине. АПЛОДИСМЕНТЫ Как я уже говорил, снимаем в Севастополе. И по сценарию командующий флотом должен принимать парад. Актера на роль командующего нету. Кто-то там заболел, там что-то, чего-то и все. И тут режиссер узнает, что в Ялте в санатории актер отдыхает народный артист СССР Кирилл Лавров. И он дает выходной всей группе и берет меня. И мы едем к Лаврову уговаривать его сыграть, значит, вот командующего. Один съемочный день всего. Приезжаем в Ялту, приходим к нему. Он лежит на пляже, отдыхает. Вот. Ну, это, кстати, я вспоминаю полосатый рейс. Наверняка же вот, да, Лановой. Один-единственный съемочный день. Наверняка он просто отдыхал там, да? Как красиво плывут вот те в полосатых купальниках. Вот так же и мы пришли к Лаврову. Вот. Лавров говорит, да нет, вы что, я отдыхаю, нет. Ну, значит, режиссер мне подмигнул. Я понял, что мне надо отойти. В общем, короче, я не знаю, о чем они там договаривались. Короче, Лавров согласился. Тем более, что, ну, это уже было при мне, что режиссер говорит, Кирилл Юрьевич, мы за вами генеральский катер пришлем. Вы представляете, вот к этому пирсу подойдет генеральский катер. Вы в него войдете, и вас тут же через там час-полтора, вы в Севастополе, на вас форма. Короче, он снялся в этой картине. Его вернули, значит, на этом же генеральском катере, и ему форму еще подарили эту адмиральскую. Так что он был в полном порядке. Вот такая история. Добрый вечер. Добрый вечер. Фильм «Воры в законе». Вот, этот фильм не получил больших оценок у критиков, но пользовался бешеной популярностью у зрителей. Вот как вам кажется, по какой причине? В чем секрет? Спасибо. Да, вы понимаете, какая вещь? Критики, они же, как вам сказать, должны были отвечать определенной пропаганде, да? А фильм был слишком смелый для того времени. Вот поэтому, ну, он был настолько хорош, настолько правдив, что не нравиться он не мог. Поэтому он и нравился. И потом там же очень смелая фраза была, помните, когда идут по тюрьме, ищут свободную камеру, и говорят, а вот же камера. Говорят, нет-нет-нет, это броня обкома. Замечательная фраза. Я хочу рассказать про Анечку Самохину «Царство ей небесное», потому что мы с Юрой Карой, Юра Карой, режиссер этой картины, мы выбирали главную героиню. И он попросил, позвонил мне и говорит, Борь, давай приезжай на киностудию Горького, нужно выбрать героиню. Ты вот с каждой, там у нас 20-30 девочек, вот с каждой ты должен попробоваться, и мы должны выбрать. И, значит, заходит одна девочка, и одну и ту же сцену, одну и ту же сцену. Вот. Мы сыграли, сняли, и мы с Юрой, значит, переглядываемся. Вроде, ну... А она еще не ушла. Или даже ушла, но как-то у нас какая-то такая была внутренняя договоренность, в общем, почти без слов. Мы делали так. Ну, он говорит, Юра. Следующее. Ну, на. Следующее, 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 следующее. И вдруг заходит Аня. Юра встает. Я встаю. Мы делаем так. А когда она еще сыграла, это были просто аплодисменты. Да, я слушаю вас дальше. Добрый вечер. Спектакль, дорогие мои хорошие, гремел по Москве. Он полностью создан и придуман вами. Расскажите, пожалуйста, как вы выбрали Есенина, и как вам работалось над этим спектаклем? Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Очень хороший вопрос. Спасибо. Ну, вы знаете, когда я учился в школе-студии художественного театра, замечательный педагог речи, Ольга Юльна Фрид, почему-то мне все время советовала читать Есенина. И какой-то период в театре у меня был, когда у меня было очень мало работы. И Татьяна моя говорит, подготовь концертную программу по Есенину. Я думаю, а что концертную программу? Надо спектакль сделать. И я прихожу к Олегу Николаевичу Ефремову и даю ему эту идею, что вот сделать такой моноспектакль на малой сцене. Он говорит, да делай, пожалуйста. Что? Он замечательный мужик-то был. Потрясающе. И мы с моим приятелем Михаилом Апарцевым сделали вот такую композицию, которую назвали «Дорогие мои хорошие». И первый раз, ну, на малой сцене, причем у нас не было, конечно, никаких ни декораций, ни костюмов, ничего вообще, ни ассистентов режиссера, ничего. В театре был тогда помощник Олега Николаевича Ефремова, который отвечал за малую сцену. Вот. И мы показали ему этот спектакль. Он пришел к Ефремову и сказал, что Олег Николаевич – это ужас. Это такой кошмар. Это надо срочно закрывать, даже не глядя. А я так понимаю, что он для Ефремова был такой лакмусовой бумажкой. Если он приходил и говорил, Олег Николаевич, гениальный, гениальный спектакль, настоящий МХАТ, Ефремов не глядя закрывал его. Просто закрывал. Потому что он тоже прекрасно понимал, что малая сцена создана для эксперимента. Прежде всего. А когда человек приходил и говорит, ужас, ужас, он говорит, завтра покажите мне. И идет обсуждение спектакля. Этот человек, который вот, заместитель, отвечающего за малую сцену, смотрит на Ефремова. А Ефремов, а Татьяна сидела напротив. Да, Тань? И Ефремов дважды закуривал. А у него это первый признак, что он волнуется, что его задело что-то заживое. И он сразу закуривает. Вот. А так как с двух же сторон. Они сидели только на одной стороне. А Татьяна с кем-то там сидела на другой. И она видела, Татьяна видела. Татьяна потом мне рассказала. Ну, в общем, короче, этот человек... Он не только закурил. Я увидела, как у него появились слезы. У него покатилась слеза на стихотворении. Вы помните, вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене. Да. Волнованно ходили вы по комнате. И что-то резкое в лицо бросали мне. И я вдруг увидела, что у него слеза накатилась. И он тут же достал сигареты и закурил. Ну, вот. АПЛОДИСМЕНТЫ И этот человек, видя реакцию Ефремова, говорит, Олег Николаевич, ну, сегодня совсем другое дело. Абсолютно другое дело. Ничего похожего с тем, что было вчера. Абсолютно. Доходит очередь до Ии Савиной, Ии Сергеевны Савиной, царство небесное. Человек с литературным образованием. Да. Она встает, а все сидели таким вот полукругом, полукругом. Она встает, проходит через всех, подходит ко мне, я тоже сидел, целует меня в макушку, в макушку, и говорит, вот смотрите, у меня до сих пор дрожат руки, а играла не я, а этот засранец. И. Короче, приняли спектакль. Да, и я хочу еще сказать про этот спектакль, дорогие мои хорошие, что мы первые совместили Есенина с Высоцким. Спектакль начинался с того, что монолог Хлопуши из поэмы Пугачев звучал на пластинке в исполнении самого Есенина, а заканчивался спектакль этим же монологом, но только в исполнении Владимира Семеновича Высоцкого. И с вашего разрешения я хочу прочитать вам финал этого спектакля, всего, всего спектакля. Это поэма «Черный человек». Друг мой, друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, то как рощу в сентябрь осыпает мозги алкоголь. Голова моя машет ушами, как крыльями птица. Ей на шее и ночи маячить больше не в мочь. «Черный человек». «Черный человек». «Черный человек» «Черный человек» «На кровать ко мне садится». «Черный человек». «Спать не дает мне всю ночь». «Черный человек» водит пальцем по мерзкой книге и, гнусавя надо мной, как над усопшим монах, читает мне жизнь какого-то прохвоста из-за булдыги, нагоняя на душу тоску и страх. «Черный человек». «Черный, черный». «Слушай, слушай», бормочет он мне. В книге много прекраснейших мыслей и планов. Этот человек проживал в стране самых отвратительных громил и шарлатанов. В декабре в той стране снег до дьявола чист, и метели заводят веселые прялки. Был человек тот авантюрист, но самой веселой и лучшей марки. Был он изящен, к тому же поэт, хоть небольшой, но ухватистой силой. И какую-то женщину сорока с лишним лет называл скверной девочкой, своею милой. «Счастье», — говорил он, «есть ловкость ума и рук». Все неловкие души за несчастных всегда известны. Это ничего, что много мук приносят изломанные и лживые жесты. В грозы, в бури, в житейскую стынь, при тяжелых утратах и когда тебе грустно казаться улыбчивым и простым. Самое высшее в мире искусство — черный человек. Ты не смеешь этого. Ты ведь не на службе живешь, водолазовый. Что мне до жизни скандального поэта? Пожалуйста, другим читай и рассказывай. Чёрный человек глядит на меня в упор, и глаза покрываются голубою блевотой, словно хочет сказать мне, что я жулик и вор, так бесстыдно и нагло обокравши кого-то. Друг мой, друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, то ли как рощу в сентябрь осыпает мозги алкоголь. Ночь морозно, тих покой перекрёстка. Я один у окошка ни гости, ни друга не жду. Всё равнина покрыта сыпучей и мягкой и звёздкой. И деревья, как всадники, съехались в нашем саду. Где-то плачет ночная зловещая птица. Деревянные всадники свой путь. Вот опять этот чёрный на кресло ко мне садится, приподняв свой цилиндр и небрежно откинув сюртук. Слушай, слушай, хрипит мне в лицо, сам всё ниже и ниже клонится. Я не видел, чтоб кто-нибудь из подлецов так ненужно и глупо страдал бессонницей. Ах, положим, ошибся. Ведь нынче ж луна. Что же нужно ещё напоённому дрёмой мирику? Может, с толстыми ляжками тайно придёт она? И ты будешь читать ей свою томную, дохлую лирику? Ах, люблю я поэтов! Забавный народ. В них всегда нахожу я историю сердцу знакомую, как прыщавые курсистки длинноволосый урод говорит о мирах, говорит о мирах, половой истекая истомою. Не знаю, не помню. В одном селе, может, в Калуге, а может, в Рязани, жил мальчик в простой крестьянской семье, желтоволосый, с голубыми глазами. И вот стал он взрослым. К тому же поэт, хоть с небольшой, но ухватистой силой, и какую-то женщину сорока с лишним лет называл скверной девочкой, своею милой. Черный человек, ты прескверный гость. Эта слава давно про тебя разносится. Я взбешен, разъярен, и летит моя трость прямо к морде его в переносницу. Месяц умер, синеет в окошко рассвет. Ах ты ночь! Что ты ночь наковеркала? Я в цилиндре стою, никого со мной нет. Я один и разбитое зеркало. Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тишь и благодать. Может быть, и скоро мне в дорогу бренные пожитки собирать. Милые березовые чащи, ты земля, и вы равнин пески. Перед этим сонном уходящих я не в силах скрыть свои тоски. Слишком я любил на этом свете все, что душу облекает в плоть. Мир осином, что, раскинув ветви, загляделись в розовую водь. Много дум я в тишине продумал, много песен про себя сложил. И на этой, на земле угрюмой, счастлив тем, что я дышал и жил, счастлив тем, что целовал я женщин, мял цветы, валялся на траве. И зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. Знаю я, что не цветут там чаще, не шумит ли бяжей шеи рожь. Оттого пред сонном уходящих я всегда испытываю дрожь. Знаю я, что в той стране не будет этих нив, злотящихся во мгле. Оттого и дороги мне люди, что живут со мною на земле. АПЛОДИСМЕНТЫ Все. Спасибо. 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 Я люблю вас. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что послушали скромную линию моей жизни.